Здравствуйте, друзья! Сегодня 9 февраля. Мы с Игорем, Владимиром и Сашей едем Друзья, извините, конечно, за подробности. Хочу вам показать вот такие вот немецкие туалеты на дороге, на парк-плаце. Подходим, кнопочку нажали и персонально для нас открылось. Все действует автоматически. Нажали кнопочку, пошло мыло. Другая кнопочка, пошла вода. И включаем третью кнопочку. Пошел оттуда, можно высушить руки. Вот такая вот чистота и порядок. Обычный бесплатный туалет в Германии на парк-плаце. Хочу дверь открыть, кнопочку нажали. Выходите. Вот такая вот красотища. Наша компания увеличит, как я вам обещал. К нам присоединились два Саши, Женя. Ну а дальше уже при нормальном освещении будем, так сказать, продолжать съемку на пароме. Вот мы приехали на паром. Нам повезло. Сегодня праздник у дочановых шведов на 20 евро дороже. Они 76,96 заплатили. Ну что делать? Вот наша команда и сзади тоже, судя по всему, наши ребята на рыбалочку, скорее всего, туда же. Вон там въезд, где оплачиваем. А здесь очередь. Мы первый из легковушек. Но этот паром поменьше, чем в прошлый раз. Здесь только сколько? Шесть этажей. А то семь было. Но мы на пятой. Так, все. Мы на пароме. Чаровательная девушка нас кафе кормит. Чаровательная девушка нас кафе кормит. Ну, я не знаю, что нам пришел. Больше кафе. А где закрыты? Нет, там живой комнаты. Да нет, как закрыты. Все откроют. Водка точно нужна. Внутри как закрыты. С другой стороны. Специально для этой поездки прикупил фонарик Феникс. Последняя модель. Достаточно уже роликов снято на эту тему. Но я специально его взял, чтобы можно было поснимать. Потому что в прошлый раз самый клев был ночью. А из-за отсутствия нормального фонарика съемок практически не было. Так что попробуем сегодня поснимать на этот. При использовании этого фонарика. У Саши сегодня день рождения. Он тут немножечко взял согревающих напитков. Саша. Я же тебя снимаю, конечно. Я женатый, мне нельзя снимать. Это датский паром. А мы в прошлый раз на немецком ехали. Малеха побольше был. Вот такая вот уютная комнатка для отдыха. Ну и пока пара вам идет, вам 45 минут. Мы тут немножечко посидим. Ну что, начинаем отмечать совместно Сашина день рождения. Вы там по пути уже отмечали, но в узком коллективе, да. Девочки, давайте девочки. Еще не выпил, да, уже девочки. Саня, я сказал твою фамилию, а не мне так. А паспорт не у них? Саня, дай мне просто девочки, я буду их охранять. Саня, это с картошкой? А это с картошкой. А ты с моей зубки-то такие не вытащишь? Нету. Сейчас пол третьего ночи. Я начну попробую ловить на крупную приматку. Это эс-шат от Лаки Джон. Вот такая вот приманочка, видите. Она 3,8 меньше, почти 10 сантиметров. Головочку я тоже поставил 6 грамм. И крючочек тоже шестерочка. Но видите, головочка плоская, то есть она будет планировать. И, по идее, как бы компенсировать то, что слегка, скажем так, тяжеловата она. Фонарик светит супер. Посмотрим. Выключим, чтобы не светить на воду, не пугать рыбу. Лаки Джон эс-шат. Начнем. Ваше слово, товарищ Мауди. Первый датский. Ой. Первый датский окушок, да. Трицатничек к нем есть. Наверное. Есть стопудово. А теперь разверни приманку, чтобы было видно. Это Алуры от Крэзи Фиш. Точно. У меня два схода было сейчас на эс-шат от Лаки Джон. А Виктор поймал. Так, Володя, покажи. Вот у Володи такой кусочек уже побольше, чем тридцатничек. Так что процесс пошел. Напротив стоят багрильщики, пока не видно, что мы что-то вытащили. Ну вот, на эс-шат. На первом забросе сход, на втором, вот на третьем я вытащил. Ну как всегда, покрупнее окушки сошли. Ну вот такой вот, в районе тридцатничка. Попался. Вот такая вот красота. Сейчас мы его быстренько отпустим, продолжим ловить. Вот мы с Александром Водовремена поймали. У него даже побольше окушок, чем мой. У него на Алуры Крэзи Фиш. А у меня на эс-шат от Лаки Джон. Вот такая вот красотища. Фонариком тоже пока доволен. Светит нормально. Вот Александр поймал окушка за тридцатничек. На приманочку называется Круэ Лех. От Крэзи Фиш. Цвет шартрес зеленый. Так что с рыбой уже все. Не всех успеваю снимать, потому что ловить просто некогда. Рыбка просто шикарная. Вот Саша поймал окушка. Явно уже за сороковочку. Это то, что надо. Процесс пошел сходу. Ну, сейчас замеришь. Подожди еще фотка, не торопись. Еще фотка будет. На эс-шат от Лаки Джон. Вот такой вот окушок на сантиметров 35. Наверное, где-то вот такой вот красавчик. Так что, процесс идет. Сейчас я поставлю приманочку. Опять же от Лаки Джон. Называется Лон Джон. Тоже виброхвостик такой вот. Приманочки от Лаки Джон все ароматизированные. Съедобные. В данном случае запах креветки. То, что надо. Сейчас попробуем, как на эту приманку. Отреть дилет либо посмотрим. На первом же забросе. Лон Джон от Лаки Джон. Скушал вот такой окушок там. Наверное, чуть меньше 30 сантиметров 27. Сейчас мы быстренько с фоткой мы отпустим. Вот такая вот приманочка. Вот и Женя. Улыбнулась удача. Так. Окушок такой за 30. Поднимай. Будем фотографировать. Так. Ну вот такой окушок. Сантиметров 35. Опять же приманочка. Лон Джон. Лаки Джон. Вот такая красота. Сейчас я поставил приманочку в виброхорм. От Crazy Fish. Пяти сантиметровый. Такой виброхвостик. Приманочка светится в ультрафиолете. Запах креветки. Думаю, что местной рыбе понравится. Ну вот на первом же забросе. Виброворм. Такой окушок там. Слегка за тридцаточку. Скушал. Крючочек номер восемь. Четыре грамма чебурашка. Разборная. Вот такая вот красотуля. Вот Саша поймал окуня. Сантиметров 44-45. Сейчас замерим. Даже не знаю. Покажи пасть. И попался на Crazy Fish Polaris 6.8. Вот такая вот. Казалось бы приманочка машинного масла. Цвет такой темная. А за счет того, что она светится в ультрафиолете. Вот такая вот получилась удачная комбинация. Ну вот. Виброхвост Виброворм от Crazy Fish. И вот такая вот. Крохотулечка в районе тридцатничка. Все. Делаем фотку. Сейчас поставлю новую приманочку. Приманочка называется Активый Слак. 7,1 сантиметров от Crazy Fish. Приманка тоже с запахом кальмара. Светится в ультрафиолете. Ну короче как все. Приманочки от Crazy Fish. Приманка съедобная. Сейчас попробую вот у такого червячка что-нибудь поймать. На первом же забросить приманочку. Активый Слак. От Crazy Fish вот такой окушок. Сантиметров 35. Скушал. Так что приманочка рабочая. Вот. На сегодняшний день выключай фонарик свой. Самый большой. Точно на нем 44-45 сантиметров. Фонарик ты не выключил. Извиняюсь. Так. Вот. Вот это окунь. Покажи. Приманочку. Да это. Алура. От Crazy Fish. И вот такой красавец. Окунища. Сейчас будем делать фотку. Я сам права. Поздравляю. Молодец. Видишь дню рождения. Подарки идут. Как положено. Вот Саша отлетелся на Crazy Fish. Алура. Вот так вот поймал здесь камбалу. Так что не только окунь клюет на Crazy Fish, но и камбала. Сейчас будем фотку делать. Красавец. Сразу в один поцак по два окуни. Оба такие ближе к 40. Подожди. Ну это молодцы ребята. Процесс идет. Мы даже не запутались. Вот один. Ага. Ага. Ну ничего страшного. Удочку. Открой катушку и пропусти. Вот. Все. Все. Благодарим вас. Crazy Fish. Алюра у тебя, да? Покажи вот эту приманку. Ага. У тебя такая же Вовка, да? Крабик, да. Алюра, ага. Какая-то оранжевая, а тут светло-зеленая. Еще страшно. Яброхоз самбо вот такой. Сантиметров 37-38. Попался окушок. Вот такое. Самбо, да? Машинное масло. Вот на Crazy Fish. Алюра вот такой окушок. Только что заметил. 43 сантиметра. Апа. Вот она приманка. Видите? И вот такой вот красавчик окушок. Вот такой вот окушок. Сантиметров 43-44. И что за приманка у тебя там? По мне сейчас скажем. Покажи. По-моему, это Алюра. А. Нет, это виброворм. Только у него уже и хвост, по-моему, отворторвал. Уже нет хвоста. Да, уже хвоста нет. Это виброворм. Crazy Fish тоже приманка. И вот такой вот красавец окушок. Crazy Fish Алюры. И вот такой окушок. Чуть больше сорока сантиметра. Вот такая вот красота. Процесс идет. Вот Александр опять окушка под сороковочку вытащил. Crazy Fish Алюры. Такая каракатица. И вот такой красавец. На приманку Cry Fish от Crazy Fish на кого-то. Попался вот такой окушок. Чуть меньше сорока сантиметров. Вот такая вот красота. Красота. У нас клевет.